Похвала Максиму и о том, каких должно брать жён. О том, что я не был в прошедшем собрании вашем, я скорблю. А о том, что вы наслаждались обильнейшую трапезою, радуюсь. Влекущий вместе со мной Ермо тогда провёл нам борозду, посеял семена обильной речью и с великой ревностью возделал ваши души. Вы видели очищенный язык, слышали обработанную речь, наслаждались водой, текущей в жизнь вечную, созертали источник, производящий реки чистого золота. Говорят о некоторой реке, что она приносит частицы золота живущим при ней людям. Не потому, чтобы вода по природе своей производила золото, но потому, что источники этой реки протекают по металлическим горам. Река, промывая те горы и увлекая золотоносную землю, делается сокровищем для жителей, доставляя им готовое богатство. Такой реке подражал и этот учитель, наперёд проходя по писаниям, как бы по металлическим горам, и потом принося душам вашим мысли, драгоценнее всякого золота. Зная, что наша речь покажется вам сегодня более бедною, ведь кто имеет постоянно бедную трапезу и между тем случайно примет участие в какой-нибудь богатейшей, а потом опять возвратится к своей, тот ещё более почувствует её бедность. Но, несмотря на то, я без лености приступлю к делу. Вы умеете, научившись у Павла, и насыщаться, и алкать, и избыточествовать, и терпеть лишения, и смотреть на богатых, и не презирать бедных. Как любители вина и напитков радуются лучшему вину, но не отвращаются и от худшего. Так точно и вы, любя слушать божественные изречения, радуетесь мудрейшим из учителей, и к менее совершенным оказываете немалое усердие и ревность. Люди сластолюбивые и изнеженные бывают недовольны и дорогой трапезою, а благонамеренные и трезвые, алка и жаждая правды, с великой охотой прибегают и к бедной. А что эти слова не лезть, это весьма ясно вы доказали при прежней нашей беседе с вами. В самом деле, когда мы много говорили вам о браках, доказывая, что отвергать жен или брать отвергнутых при жизни прежних мужей их, значит, несомненно, прелюбодействовать. И читали закон Христов, который говорит, и кто возьмет отпущенную, прелюбодействует, разведенную, и отпущающий жену свою, кроме вины прелюбодеяния, позволяет ей прелюбодействовать. Тогда я видел, как многие, поникнув головой, ударяли себя по лицу и не могли подняться. Тогда и я, возрев на небо, сказал, «Благословен Бог, что мы проповедуем не мертвым ушам, но слова наши достигают души слушателей с великою силою. Гораздо лучше вовсе не грешить. Но немаловажно для спасения и то, чтобы согрешивший сокрушался, осуждал душу свою и с великим тщанием наказывал совесть свою. Такое осуждение есть часть оправдания и, конечно, ведет к тому, чтобы больше не грешить. Поэтому и Павел, произведший печаль в грешниках, радовался не тому, что опечалил их, но что посредством печали исправил их». 2 Коринфянам 7.9. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. «Поэтому о своих ли или о чужих грехах вы скорбели тогда, вы достойны бесчисленных похвал. Кто скорбит о чужих, тот показывает апостольское сострадание и подражает тому святому, который говорит, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся, а кто терзается за свои грехи, тот избавляется от оказания за дела уже совершенные и в будущем становится безопаснее посредством этой скорби. Вот почему и я, видя поникших головою, воздыхающих и ударяющих себя по лицу, радовался, представляя плоды этой печали. Поэтому и теперь я буду беседовать с вами о том же предмете, чтобы желающие вступить в брак приступали к этому делу с великой осмотрительностью. Если мы, намереваясь купить домы или рабов, исследуем и разведываем и о продавцах, и о прежних владельцах, также касательно самых продаваемых, об устройстве одних, о телесном состоянии, душевном настроении других, то гораздо больше намеревающимся выбрать жен должно иметь такую же и еще большую осмотрительность. Ведь худой дом можно опять продать, и раба, оказавшегося негодным, можно опять отдать продавшему. А взявшему жену нельзя опять отдать ее давшим, но совершенно необходимо иметь ее при себе до конца, или отвергнув ее за пороки, сделаться виновным в прелюбодеянии по законам Божьим. И так, когда ты намереваешься взять жену, то прочитай не внешние только законы, но еще прежде них законы, находящиеся у нас, потому что по этим, а не по тем, будет судить тебя Богу в тот день. Первые законы, быв пренебрегаемы, часто причиняли денежный убыток, а последние, быв оставлены в пренебрежении, навлекают на душу неизбежные наказания и неугасимый огонь. 225. А ты, когда намереваешься взять жену, бежишь с великой заботливостью к мирским законникам, и не отступая от них, со всей тщательностью разведуешь, что будет, если жена умрет бездетною, что, если имеет дитя, что, если имеет двух или трех, как она будет пользоваться своим имением при жизни отца, как после его смерти, сколько наследства перейдет к ее братьям, и сколько к супругу, когда он будет обладателем всего, так, чтобы не позволить никому присвоить ни малейшей части ее имущества, и в каком случае он может лишиться всего. И о многом другом подобном ты разведываешь от них и расспрашиваешь, обсуждая и обозревая все, чтобы никаким образом не перешлось что-нибудь из имущества жены кому-нибудь из ее родственников. Между тем, как я выше сказал, хотя бы и случилось что-нибудь неожиданное, убыток может быть только денежный. Однако ты не позволяешь себе ничего такого оставить без внимания. Не безрассудно ли, тогда, как нам угрожает потеря имущества, показывать такое усердие, а тогда, как предстоит опасность нашей душе и отчет там, не обращать никакого внимания между тем, как следовало бы прежде всего остального об этом пищись, заботиться и разведывать. Поэтому вещеваю и советую тем, которые намереваются взять жен, обратиться к блаженному Павлу, прочитать написанные им законы о браках и узнав наперед, что повелевает он делать, когда случится жена злобная, коварная, преданная пьянству, злословная, безумная или имеющая какой-нибудь другой подобный недостаток, потом и рассуждать о браке. Если ты увидишь, что он предоставляет тебе власть отвергать одну жену, когда найдешь в ней один из этих недостатков, и брать другую, то благодушиствуй, избавившись от всякой опасности. А если он не позволяет этого, но повелевает жену, имеющую все прочие недостатки, кроме прелюбодеяния, любить и держать в своем доме, то охрани себя так, чтобы быть готовым переносить всю злобу жены. Если же это тяжело и трудно, то сделай все и прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонравную и послушную, зная, что должно быть одно из двух. Или взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого, и, отвергнув ее, быть виновным в прелюбодеянии. Отпущающий жену свою, говорит Господь, кроме вины любодеяния, позволяет ей прелюбодействует, и, берущий разведенную, прелюбодействует. Обсудив это хорошо прежде брака, и узнав эти законы, будем всячески стараться, чтобы вначале брать жену с добрым настроением и соответствующую нашим нравам. Взяв такую, мы получим не только ту пользу, что никогда не отвергнем ее, но и будем любить ее с великой силою, так, как повелел Павел. Он сказал, Кефесянам 5.25, Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную, посредством слова. А как, скажи мне, Христос возлюбил церковь? Так, что предал себя за нее. Поэтому хотя бы надлежало умереть за жену, не отказывайся. Если Господь так возлюбил рабу, что предал за нее себя самого, то тем более тебе должно так любить подобную тебе рабу. Но посмотрим, не красота ли этой невесты и добродетели ее души привлекли жениха. Нельзя сказать это. Напротив, она была безобразна и нечиста, о чем можешь узнать и из дальнейшего. Сказав, предал за нее, апостол превосокупил, чтобы осветить, очистить баню и водную. Словами очистить ее, он выразил, что прежде она была нечистой и осквернена, и притом не незначительной, но крайней нечистотой, потому что она осквернялась смрадом и дымом, гноем и кровью и множеством других подобных нечистот. Однако он не отвратился от ее безобразия, но изменил неприятный вид ее, пересоздал, исправил, простил ее грехи. Ему подражай и ты. Хотя бы множество грехов сделала против тебя супруга твоя. Все отпусти и прости. Хотя бы ты взял ее неблагонравную, исправь ее добротою и кротостью, как и Христос в церкви. Он не только смыл ее нечистоту, но и сгладил и старость, истребив ветхого человека, состоящего из грехов. Выражая так же и это, Павел говорит, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока и чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Он сделал ее не только прекрасной, но и молодою. Не по свойствам тела, но по расположению воли. И не только то удивительно, что он, взяв некрасивую, безобразную, гнусную и старую, не отвратился от ее безобразия, а еще предал себя за нее на смерть и даровал ей невыразимую красоту, но и то, что и впоследствии, видя ее часто оскверняющиеся и получающие нехистоту, он не отвергает ее и не отстраняет ее от себя, но постоянно врачует и исправляет. Сколько людей, скажи мне, после принятия веры согрешали, однако он не отвратился от них. Например, у Коринфян блудник был членом церкви, но Бог не отсек его, а исправил. Церковь голландская вся отступила и впала в иудейство, и однако он не отверг ее, но исцелив ее через Павла, возвел в прежнее состояние. Как в телах наших, когда случится болезнь, мы не отсекаем члена, но истребляем болезнь. Так будем поступать и с женою. Если будет в ней какой-нибудь порог, то не жену отвергай, но истребляй этот порог. Жену можно исправить, а поврежденный член часто невозможно излечить. И однако мы, зная, что повреждение это неисцельно, несмотря на то не отсекаем его. Часто многие, имея кривую голень, хромую ногу, сухую омертвевшую руку или ослепший глаз, ни глаза не вырывают, ни ноги не отсекают, ни руки не отрезывают, но видя, что для тела нет от них никакой пользы, а напротив причиняется великое безобразие для прочих членов, продолжает иметь их по связи с прочими членами. Поэтому не безрассудно ли там, где исправление невозможно и пользы нет никакой, оказывать такую попечительность, а где добрая надежда и удобное исправление, там не употреблять прочевание, поврежденные от природы восстановить невозможно, а волю развращенную исправить возможно. 227 Если же скажешь, что и жена твоя больна неисцельна, несмотря на великую попечительность твою, не оставляет своего нрава, и тогда не должно отвергать ее, потому что и член больной неисцельна, не отпекается, а она член твой, и будут, сказал Господь, двое в единую плоть. Притом от попечения от членей нам не будет никакой пользы, если он останется больным неисцельна, а за жену, если она останется неисцельно больною, предстоит нам великая награда за то, что мы учим, руководим ее. Хотя бы она не получила никакой пользы от нашего наставления, мы получим от Бога великую награду за терпение, за то, что по страху пред Ним мы оказывали такое терпение, кротко переносили злобу ее и держали ее как член свой. Жена необходимый член наш и потому особенно должно любить ее. Этому самому науча и Павел говорит, так должны мужья любить своих жен как свои тела, ибо никто никогда не имеет ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Христос церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Как Ева произошла из ребра Адамова, так и мы из ребра Христова. Это значит от плоти его и от костей его. Впрочем, то, что Ева произошла из ребра Адамова, мы все знаем, и ясно сказано в Писании, что Бог навел на Адама сон, и взял одно из ребер его и создал жену, А то, что церковь произошла от ребр Христова, чем может доказать? Писание объясняет и это. Когда Христос был вознесен на крест, пригвожден и умер, тогда пришел один из воинов, пронзил ребро ему, и зашла кровь и вода. И из этой крови и воды составилась вся церковь. Сам он свидетельствует об этом, когда говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство небесное. Кровь он называет духом. Мы рождаемся водой крещения и питаемся кровью. Видишь ли, как мы от плоти его и от костей его, рождаясь и питаясь кровью его и водою. И как во время Адамова сна создана была жена, так и во время смерти Христовой образовалась церковь из ребра его. Но не потому только нужно любить жену, что она член наш и от нас получила начало своего существования, но и потому, что об этом самом Бог поставил закон, сказав так, почему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое в единую плоть. Поэтому и Павел изрек нам такой же закон, чтобы всеми мерами побудить нас к этой любви и посмотри на мудрость апостольскую. Не божественные только законами и не человеческими только он внушает нам любовь к женам, но и те и другие приводят, перемешивая одни с другими, чтобы высокий и любомудрый от высших, а слабый от низших и естественных законов располагался к любви. Поэтому начиная с благодеяний Христовых он предлагает увещевание так. Так любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Потом со стороны человека так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Далее опять со стороны Христа, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Затем опять со стороны человека посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И прочитав этот закон говорит «Тайна сия велика». Почему скажи мне она велика? Потому что девица находившаяся все время внутри дома никогда не видавшая жениха с первого дня так привязывается и начинает любить его как собственное тело. Равный муж ту, которая никогда не видал, с которой никогда не разговаривал, первого дня предпочитает всем и друзьям, и родственникам, и самим родителям. Так же и родители, когда отнимают у них деньги, по-другому случаю, негодуют, сетуют, влекут отнявших в судилище. А человеку, часто такому, которого никогда не видали и не знали, вручает и дочь свою богатое приданное, притом делает это с радостью и не считают отданного убытком. Но, видя дочь от Вадимою, не помнят о своей привычке к ней, не сетуют, не терзаются, а еще и благодарят и считают вожделенным делом, видя у Вадима из дома дочь, и вместе с ней много богатства. Все это представляя, то есть, как оставляющие родители, оба прилепляются друг к другу, и тогдашний союз их бывает сильнее столь долговременной привычки и сознавая, что это не дело человеческое, но Бог внедрил такую любовь и устроил, что и отдающие и отдаваемые делают это с радостью. Павел говорит, тайна сия велика. И как между детьми рожденное дитя при сгаде на родителей тотчас узнает их, еще не умея говорить, так точно и жених и невеста, без всякого посредника, без чьего-нибудь увещания и совета, при одном взгляде прилепляются друг к другу. Потом замечая, что это же произошло и со Христом и в особенности с церковью, апостол изумился и удивился. Как же это произошло со Христом и церковью? Как жених, оставив отца, приходит к невесте, так и Христос, оставив престол отца, пришел к невесте. Не нас возвел в горе, но сам пришел к нам, Впрочем, когда ты слышишь, что он оставил отца, разумея, не переселение его, но снисхождение, потому что и будучи с нами, он был вместе с отцом. Поэтому апостолы говорят, тайна сия велика, она велика и в отношении к людям, а когда я вижу, что это же самое произошло со Христом и церковью, тогда я изумляюсь, тогда удивляюсь. Вот почему сказав тайна сия велика он превосокупил, сие говорю о Христе и церкви. Итак, зная, сколь великое таинство брак и какого события он есть образ, не рассуждая о нем просто и как случится, и не ищи обилие богатства, намереваясь взять невесту. Брак надо бы считать не торговлей, а союзом жизни 229. Я слыхал многих, которые говорили, такой-то бы бедным сделался богатым посредством брака. Взяв богатую жену, он разбогател и теперь наслаждается. Что говоришь ты, человек? Ты хочешь получить прибыль от жены, и ты не стыдишься, не краснеешь, не скрываешься в землю, изыскивая такие способы приобретения. Это ли слова мужа? Жене свойственно только сберегать собираемое, сохранять доходы, заботиться о доме. Для того Бог и дал ее, чтобы она помогала нам в этом и во всем прочем. Так как наша жизнь состоит из дел двоякого рода общественных и частных, что Бог отделив одни от других, предоставил жене попечение о доме, а мужьям все дела гражданские, дела на площади, судебные, совещательные, военные и все прочее. Жена не может не бросать копье, не пускать стрелу, но может взять прялку, ткать по основе и все прочие домашние дела хорошо исправлять. Она не может подавать мнение в совете, но может подавать мнение дома, и часто те из домашних дел, о которых рассуждает муж, она понимает лучше его, она не может хорошо исправлять общественные дела. Но может хорошо воспитывать детей, а это главное из приобретений. Может замечать худые дела служанок, заботиться о честности служащих, доставлять все прочие удобства супругу и освобождать ее от всякой подобной заботы в доме. О сокровищах, о шерстяных изделиях, о приготовлении обеда, о благообразии одежд, заботиться обо всем таком, за что принимать все мужа и неприлично, и неудобно, хотя бы он употребил много усилий. Подлинный то, дело промышления и премудрости Божия, что полезный в важнейших делах, бывает несведущим и бесполезным в менее важных, чтобы необходимо было и занятие жены. Если бы он создал мужа способным к тому и другому, то женский пол был бы в презрении. С другой стороны, если бы жене предоставил большее и полезнейшее, то жены стали бы надмиваться великой гордостью. Поэтому он и не дал того и другого одному, чтобы другой пол не был унижен и не казался лишним, и не предоставил того и другого обоим равно, чтобы опять от равенства не произошло какой-нибудь борьбы и состязания, когда жены стали бы домогать одинаковой чести с мужьями. Но промышляя о мире и вместе соблюдая свойственное каждому достоинство, он разделил нашу жизнь на две части так, что необходимейшее и полезнейшее предоставил мужу, а меньшее и низшее – жене, чтобы первое по необходимости занятие его был нами уважаем, а последнее, по меньшей важности своего служения, не восставало против супруга. Зная это все, будем одного только искать в женах – душевной добродетели и благородства нравов, чтобы наслаждаться миром, чтобы утешаться взаимным согласием и постоянной любовью. Кто взял богатую жену, тот взял себе более госпожу, нежели жену. Если жены и без того бывают исполнены гордости и склонны к честолюбию, то когда и то будет им прибавлено, как они могут быть сносными для супругов? А кто взял жену равную по состоянию или беднейшую, тот взял себе помощницу и сотрудницу и внес в дом все блага, потому что нужда бедности располагает ее беречь своего мужа и во всем слушаться его и повиноваться ему, и устраняет всякий повод к несогласию, вражде, гордости и оскорблению, а напротив делается союзом мира, единодушия, любви и согласия. Не будем же искать того, чтобы нам получить денег, но чтобы наслаждаться миром и его приятностями. Брак не для того, чтобы мы наполняли домы враждой и ненавистью, чтобы мы имели ссоры и распри, чтобы заводили несогласия друг с другом и делали жизнь не в жизнь, но для того, чтобы нам пользоваться помощью, иметь пристань, прибежище и утешение в случающихся бедствиях, чтобы находить удовольствие в беседе с женою. Сколько богатых, взявших богатых жен, увеличивших свое состояние, лишились и удовольствия, и согласия, имея ежедневные ссоры за столом, вступая в состязания. Сколько бедных, которые взяли беднейших жен и наслаждаются миром, и с великой радостью взирает на это солнце, а богатые при всей окружающей их роскоши, из-за жен молят себе смерти и освобождения от настоящей жизни. Так нет никакой пользы от богатства, если мы не имеем доброй души. Но что говорить о мире и согласии? Брать богатую жену часто бывает вредно и для самого приобретения богатства. В самом деле, когда кто-нибудь издержит все свое состояние, имея в виду приданной жены, а потом приключится ей безвременная смерть, и он должен будет отдать все приданное ее родственникам, тогда, подобно тому, как потерепевшее кораблекрушение в море, спасает одно только свое тело. Так точно и этот. После многих неприятностей, ссор, распри и судилищ, едва выносит свободным собственное тело. И как ненасытно из торговцев, наполнив корабль бесчисленными тяжестями и наложив груз больше его силы, потопляли корабль и теряли все, так точно иступающие в чрезмерно богатые браки, думая увеличить свое состояние посредством жены, часто теряет и то, что имели. Как там малая волна, нападая, потопляет корабль, так и здесь. Приключившаяся безвременная смерть лишает его вместе с женой и его имущества. 231. Представляя все это, будем обращать внимание не на деньги, а на доброту, нравов, честность и благоразумие. Жена благоразумная, кроткая и воздержанная, хотя бы она была бедною, в состоянии будет распорядиться и бедностью лучше, чем другая богатством. Между тем, как развратная, невоздержанная, сварливая, хотя бы нашла в доме бесчисленные сокровища, расточит их скорее всякого ветра и вернет мужа вместе с бедностью в бесчисленное несчастье. Итак, не будем искать богатства. Но такую жену, которая могла бы хорошо пользоваться имеющимся. Наперед ты узнай, какая причина брака и для чего он введен в нашу жизнь и ничего больше не ищи. Какая же причина брака и для чего Бог усыновил его? Послушай Павла, который говорит, но во избежание блуда каждый имей свою жену. Не сказал, для избежения бедности или для приобретения богатства. Но что? Для того, чтобы избежать блудодеяния, чтобы обуздывать пожелания, чтобы жить целомудренно, чтобы угождать Богу, довольствием собственной женою. Таков дар брака, таковы плоды его, такова польза от него. И так, не ищи меньшего, оставив большее. Богатство гораздо меньше целомудрия. Брать жену надо только для того одного, чтобы избегать греха, чтобы избавиться от всякого блудодеяния. Для того нужно вступать в брак, чтобы он помог нам вести жизнь целомудренную. А это будет в том случае, если мы будем брать таких невест, которые могут принести к нам великое целомудрие, великую скромность. Красота телесная, не соединенная с душевной добродетелью, может увлекать мужа 20 или 30 дней, а далее не будет иметь силы. Но обнаружив дурные качества жены, уничтожит всю любовь. Те же, которые блистают красотой душевною, чем больше проходит времени и чем больше они обнаруживают свое благородство, тем сильнее делают привязанность в своих мужьях и более воспламеняют их любовь. Таким образом, когда между ними существует пламенная и искренняя дружба, исключается всякого рода блудодеяние. И даже никакая мысль о распутстве не приходит в голову мужа, любящего свою жену. Но он остается всегда любящим собственной жену. И таким целомудрием приобретает благоволение и покровительство Божие на весь дом свой. Так выбирали же он добродетельные из древних мужей, ища благородство души, а не обилие богатства. А что это справедливо? Для примера я упомяну об одном браке. Бытие 24.1.4. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку, жены из зачерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену, сыну моему Исааку». Видишь ли, добродетель этого праведника, как он заботился о браке, не призвал он ни сводниц, как делают теперь, ни свах, ни болтливых старух, но призвал своего слугу и ему поручил это дело. И то служит величайшим знаком благочестия праотца, что он приготовил такого слугу, которого нашел надежным служителем такого дела. Затем он ищет женщины, небогатые, некрасивые, но с благородными нравами, и потому послал слугу столь дальний путь. Посмотри и на благоразумие слуги. Он не сказал, что это значит. Столько народов около нас, столько дочерей у людей богатых, знатных и славных, а ты посылаешь меня в столь далекую землю к людям неизвестным. Кому там я обращусь? Кто меня узнает? Что, если они устроят мне козни или обманут меня? Ведь нет никого беззащитнее чужеземца. Ничего такого не сказал, но, презрев все это, обратил внимание особенно на то, на что нужно было обратить внимание, показав своим непротиворечием послушание, а вопросом только о том, о чем больше всего нужно было разведать, обнаружил свое благоразумие и попечительность. Что же такое это? О чем он спросил своего господина? Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? А Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, который клялся мне, говоря, тебе и потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему, Исааку, оттуда, сделает богоуспешным путь твой. Видишь ли веру мужа? Не пригласил он друзей или родственников и никого другого, но в Боге указал ему посредника и спутника. Далее, желая ободрить слуга, он не просто сказал Господь Бог неба и земли, но присовокупил, который взял меня из дома отца моего. Помни, говорит, как мы совершали такое путешествие, как оставив свои земли, нашли на чужой большее благополучие, как невозможное сделалось возможным, и не только это хотел он выразить словами, который взял меня из дома отца моего, но и то, что он имеет Бога должником своим. Он должник наш, говорит он, он сам сказал, что тебе и семени твоему принадлежит земля эта. Поэтому, хотя мы недостойны, он сам по собственному обещанию, чтобы привести его в исполнение, будет присущ, сделает благоуспешным все предстоящее и приведет к концу то, о чем мы молимся. Сказав это, он отпустил слугу. Потом и этот, прибыв в тамошнюю страну, не пошел ни к кому из жителей того города, ни с кем из людей не стал разговаривать, не созвал женщин. Но посмотри, как и он, оставаясь верным, держался того посредника, которого получил. Беседовал с ним одним и, став, молился так. Господи Божий, господина моего Авраама, пошли я сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Стих 12 Если я, говорит, ничтожен и недостоин, то представляю господина моего. Не себе, а ему пришел я послужить. Итак, презревный его добродетель, помоги мне во всем предстоящем. 234 Далее, чтобы ты не подумал, будто он требует этого, как долго. Выслушай следующего. И сотвори милость с господином моим Авраамом. Хотя мы, говорит, сделали множество добрых дел, но желаем спастись благодати и получить это от человеколюбия твоего, а не подолгу какому-нибудь и обязанности. Чего же хочешь ты? Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Посмотри на мудрость слуги, какой он поставляет признак, он не сказал, которую я увижу едущий на мулах, везомый на колеснице, сопровождаемый толпой евнухов и множеством прислуги, благообразной, блестающей телесной красотою. Этую назначил ты отроку твоему, но что? Которой я скажу, преклони мне кувшин твой, я напьюсь. Что делаешь ты, человек? Для господина своего ищешь ты жену столь уничиженную, занимающуюся водоношением, имеющую возможность разговаривать с тобою. Да, говорит, он не послал ведь меня искать обилие богатства, незнатности происхождения, но благородство души, часто многие из таких, которые носят воду, вполне обладают добродетелью, а другие, живущие в великолепных домах, бывают хуже и негоднее всех. Далее, откуда узнаешь ты, что она женщина добродетельная? По этому признаку, говорит, который я высказал. А что это за признак добродетели? Величайший и несомненный. Это признак гостеприимства, великий и самый очевидный. Смысл слов его, хотя выраженные не теми же словами, следующие. Я ищу такой девицы, которая так гостеприимна, что не отказывает ни в какой услуге, какую может оказать. И не без причин он искал этого. Он был из такого дома, который особенно отличался делами гостеприимства. И потому старался прежде всего найти такую девицу, которая нравом сходствовала бы с его господами. Мы намерены, говорит, ввести ее в дом, открытый для странников. Поэтому, чтобы не происходило вражды и ссоры, если муж ее станет делиться с другими своим имуществом, подражая отцу и принимать странников, а она по своей излишней бережливости станет останавливать и удерживать его, как часто бывает во многих домах. Я хочу знать, гостеприимна ли она, потому что этому обязаны мы всеми благами. Через это господин мой получил и жениха, через это взялся отцом, заколол тельца и получил сына, замесил муки и получил от Бога обетование, потомстве по числу звезд. Так как от этого и дома у нас произошли все блага, то я прежде всего другого ищу этого. Не будем же останавливаться на том, что он просил воды, но обратим внимание на то, что гостеприимной душе свойственно не только давать просимое, но предлагать и больше просимого. Еще не перестал он говорить в уме своем, и вот вышла Ревехка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. И исполнилось пророческое изрещение. Еще говоришь ты, и я ответил. Таковы молитвы людей добродетельных. Прежде окончания они располагают Бога к исполнению просимого. Так и ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям или к женщинам, торгующим чужими несчастьями и ищущим только одного, как бы им самим получить награду, но прибегай к Богу. Он не постыдится быть устроителем твоего брака. Он сам дал такое обещание. Ищите Царство Небесное, и все сие приложится вам. Не говори, как я могу видеть Бога. Разве будет он разговаривать со мной и открыто беседовать, чтобы я мог подойти и спросить его? Это слова неверующей души. Бог скоро и без разговора может устроить все, что захочет, как было и при этом случая. Слуга не слышал голоса и не видел никакого видения, но стоя у источника, молился и тотчас получил просимое. Девица была прекрасно видом, дева, которая не познала муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Для чего говоришь ты мне о телесной красоте? Для того, чтобы ты узнал ее превосходное целомудрие, чтобы убедился в душевной красоте ее. Дивно целомудрие, но оно гораздо удивительнее, когда соединяется с наружной красотой. Поэтому, намереваясь повествовать нам и об Иосифе, и его целомудрии, Писание прежде упомянуло о телесном его благообразии, сказав, был Иосиф прекрасный видом. А потом рассказал и о целомудрии его, показывая этим, что красота не вовлекла его в разврат. Подлинно не красота причина блудодеяния, и не безобразие причина целомудрия. Многие женщины, блиставшие телесной красотой, еще больше блистали целомудрием. А другие некрасивые и безобразные были еще безобразнее душою, осквернив себя бесчисленными блудодеяниями. Не природа тела, а произволение души бывает причиной того и другого. 236. Ненапрасно Писание дважды называет ее девой, сказав, девица прибавила, дева, которой не познал муж. Так как многие из девиц, сохраняя тело свое нерастленным, имеют душу, исполненную великого разврата, украшаются, чтобы привлечь к себе отовсюду толпу поклонников, и обольщают взоры юношей, строя им козни, вовлекая их в пропасти, то Моисей, желая показать, что она не была такова, но была девицею в обоих отношениях, по телу и по душе, говорит, дева была, не познавшая мужа. Между тем, у ней было много поводов, по которым она могла бы быть познанной мужчинами. И, во-первых, ее красота телесная, во-вторых, образ ее занятий, если бы она постоянно сидела в женских покоях, как нынешние девицы, никогда не выходила на площадь и не оставляла родительского дома, то никакой похвалы не составило бы сказать о ней, что муж не познал ее. Но когда ты видишь, что она выходила на площадь, будучи вынужденной ежедневно, однажды, дважды и более ходить за водою, и при всем том осталась незнаемой никаким мужчиной, тогда можешь видеть в этом особенную похвалу ей. В самом деле, если иная девица не много раз, выходя на площадь, в сопровождении многих служанок, и при том, будучи нехороша собой и безобразно, часто теряет чистоту нравов от этих прогулок, то это ежедневно одна выходившая из родительского дома и не только на площадь, но к источнику для черпания воды, где необходимо стекались и многие другие, не достойно ли великого удивления, когда она не испортилась нравами ни от частых выходов, ни от красоты лица, ни от множества встречавшихся и ни от чего другого, но оставшись нерастленной и по телу, и по душе, и сохранив целомудрие, лучше тех, которые сидят в женских покоях, прибыла такой, какой ищет Павел, говоря, чтобы быть святой телом и духом. Девица была прекрасной видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Велико гостеприимство этой женщины, великое целомудрие. То и другое весьма ясно можно видеть как из действий, так и из слов ее. Видишь ли, как ни целомудрие не вредило гостеприимству, ни гостеприимство не расплевало целомудрие. В том, что она не первая подошла и не сама начала разговаривать с мужчиной, обнаружилось ее целомудрие. А в том, что она не отказала в просьбе и не уклонилась, обнаружилось гостеприимство и великое человеколюбие. Как в том случае, если бы она первая подошла и стала разговаривать с ним, ничего не говорившим, она показала бы наглость и бесстыдство. Так в том случае, если бы она отказала ему в его просьбе, обнаружила бы жестокость и бесчеловечие. Но она теперь не сделала ни того, ни другого, не повредила гостеприимство для целомудрия, не уменьшила достоинства целомудрия для гостеприимства, но всецело явила ту и другую добродетель, показав ожиданием просьбы целомудрия, а услугой после просьбы невыразимое гостеприимство. Подлинно было знаком невыразимого гостеприимства то, чтобы доставить не только просимое, но предложить еще нечто больше просимого. Хотя предложенная ей была вода, но она только в этом и была властна тогда. Об гостеприимстве обыкновенно судят не по драгоценности данного, но по возможности, с какой они дают. Так Бог похвалил и подающего чашу холодной воды, и о той, которая положила две лепты, сказал, что она положила больше всех, потому что положила тогда все, что имела. Так и это угостило доброго человека тем, больше чего не могла предложить ему. Не напрасно прибавлены слова, поспешила и тому подобное, но чтобы ты видел усердие, с каким она сделала дело, не против воли, не по принуждению, не с досадой, негодованием, а это немаловажно. Часто и мы просили прохожего, идущего с факелом, на несколько времени остановиться, чтобы нам зажечь, или несущего воду, чтобы нам напиться, но не соглашался и отказывал с негодованием. А она не только наклонила для него водонос, но и для всех верблюдов налила воды, предприняв такой труд и с великой охотою, исполнив телесное служение по гостеприимству. Не дело только, но и готовность служит доказательством ее добродетели, и человека незнакомого, и в первый раз встретившегося, тогда она называет господином. Как свекра и Авраам не спрашивал прохожих, кто вы, и откуда, куда идете, и откуда пришли, но просто собирал плоды гостеприимства, так и она не сказала, кто ты, откуда, и для чего пришел, но, собирая обильные плоды гостеприимства, оставила все постороннее. И как торгующая драгоценностями и получающая золото домогается только одного, как бы получить выгоду от имеющих деньги, а не старается разведывать об них, так и она заботилась только об одном, как бы собрать плоды гостеприимства, как бы получить совершенную награду, она хорошо знала, что чужестранец стыдлив больше всех и потому имеет нужду великой приветливости и непытливой скромности. Если мы станем расспрашивать его и разведывать, то он тяготится, уклоняется и приходит с неудовольствием, поэтому ни она не поступила так с этим человеком, ни с йокрой не поступал так со странниками, чтобы не отогнать добычи, но старался только услужить прохожим и приобретший через них те плоды, каких желал, потом отпускал их. 238. Вот почему он принял некогда и ангелов, а если бы он стал разведывать, то дарованная ему награда была бы уменьшена. Подлинно мы удивляемся ему не за то, что он принял ангелов, но за то, что принял, не зная их. Если бы он угостил, зная их, то он не сделал бы ничего удивительного, так как достоинство принятых могло побудить человека самого несострадательного и каменного к человеколюбию и благотворительности. Но удивительно то, что он, считая их за некоторых прохожих, предложил им такое угощение. Такова была и эта девица. Она не знала, кто был тот человек, зачем пришел и что он прибыл сватать ее, но считала его некоторым странником и путешественником. Потому ей дарована была большая награда за гостеприимство, что она с таким радушием приняла совершенно незнакомого вместе с тем сохранивки целомудрия. Она сделала это не с принуждением и не бесстыдно, не дерзко, не с гневом, но с надлежащей скромностью. Это самое и выразил Моисей. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Что значит в молчании, желая уразуметь, внимательно наблюдал и видел ей походку и взор и речь и все, узнавая по движениям тела настроения души. Впрочем, он не ограничился одним этим, но употребил и другое испытание. Когда она напоила его, он не остановился на этом, но сказал ей, чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для ночлега нам ночевать. Что же она? Она не злобива и кротко назвала отца, не обиделась и не сказала, кто ты, разведывающий, исследующий и расспрашивающий о нашем доме. Ну что? Дочь, говорит я, вофуила, сына Милки, которого она родила, на хору. Еще сказала, у нас много соломы и корму и есть место для ночлега. Как прежде, она дала ему воды больше, чем сколько он просил. Он просил дать напиться только ему. А она предложила напоить и верблюдов и напоила. Так и теперь. Он просил только место, а она предложила и соломы, и сено, и много другого, посредством всего этого приглашая его и привлекая в дом свой. чтобы получить награду за гостеприимство. Не будем же слушать это небрежно и просто, но размышляя с собою о себе самих и сравнивая себя с ними, станем таким образом изучать добродетель этой женщины. Мы часто негодуем, принимая каких-нибудь знакомых и родственников и тяготиемся, если они проживут у нас один или два дня. А она с великим радушием привела в дом незнакомого и чужестранца, и притом намереваясь услужить не только ему, но и столь многим верблюдам. Когда же он вошел в дом, посмотри, как он оказал еще большее благоразумие. Ему предложены были хлебы для едения, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дело своего. И сказали, говори, видишь ли, как он был бдителен и воздержан. Потом, когда ему предоставили говорить, посмотрим, как он говорит им. Сказал ли он им такие выражения, что он имеет господина славного и знаменитого, уважаемого всеми и пользующегося великим предпочтением между цеземными жителями. Между тем, он мог, если бы захотел сказать это, потому что Авраама туземные жители почитали как царя, однако ничего такого он не сказал, но оставив эти человеческие преимущества, возвеличил его со стороны высшего благоволения, сказав так, «Я раб Авраамов, Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим, он дал ему овец и валов, и серебро, и золото, и рабов, и рабынь, верблюдов, и ослов». Упоминает о богатстве, не для того, чтобы представить его богатым, но благочестивым, потому что желает восхвалить его не тем, что он приобрел, но что получил это от Бога. Потом говорит о женихе, «Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал все, что у него». Здесь он указывает на образ рождения этого сына, выражая, что и рождение его произошло по Божьей промышлению об Аврааме и неестественным порядком. Так это и когда ищешь жениха или невесты, прежде всего другого обращая внимание на то, благочестивы ли они, почивает ли на них великое благоволение свыше. Если это есть, то последует и все прочее. Если же этого нет, то хотя бы житейские блага были у них в великом изобилии, не будет никакой пользы. Далее, чтобы не сказали, почему же он не взял никакой из туземных женщин, раб говорит, «И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из-за серей хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьми, возьмешь оттуда жену сыну моему». Впрочем, чтобы нам, рассказывая все эти события, не показаться скучными, перейдем к концу. Рассказав, как он остановился у источника, как попросил пить у девицы, как она дала больше просьбы, как при этом Бог был посредником, и обо всем рассказав с точностью, он кончил речь свою. Все, выслушав все это, не стали сомневаться и не остались невнимательными, но как бы по мановению Бога, подвигшего их душу, тотчас обещали отдать дочь свою. Их пятьдесят пятьдесят один. И отвечали лаваны во фуил и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго, вот Ревекка перед тобой, возьми ее и пойди, пусть будет она женой и сыну господина твоего, как сказал Господь. Кто не изумится, кто не поделится, сколько и каких препятствий уничтожено в краткое мгновение времени. Подлинно и то, что он был чужестранец, раб и неизвестный, и что было велико расстояние пути, и что не были известны ни свекор, ни жених и никто другой из их родственников, и каждое из этих обстоятельств само по себе достаточно было воспрепятствовать браку. И однако ничто не воспрепятствовало, но все это оказалось легким, и родители смело верили ему невесту. Как бы человеку знакомому, живущему вблизи и издавна обращавшемуся с ними. А причиной было то, что Бог был среди них. Как тогда, когда мы делаем что-нибудь без Него, хотя бы все было легко и удобно, мы встречаем пропасти, стремнины и бесчисленные неудачи. Так тогда, когда Он присутствует и содействует, хотя бы предстоящие дела были самые затруднительные, все становится легким и удобным. Не будем же ничего ни делать, ни говорить, прежде, нежели призовем Бога и спросим Его содействия во всех делах наших, как поступил и этот раб. 240. Посмотрим, каким образом он совершил брак, когда получил невесту. Взял ли он с собой кимвалы, свирели, плесунов, кимпаны, флейты и другие выдумки? Ничего такого. Но взяв только одну девицу, он отправился, имея при себе ангела, сопровождавшего и руководившего ее, которого послать с ним господин его молил Бога, когда он выходил из дому. Так и была везена невеста, не слыша ни флейт, ни арф и ничего другого подобного, но имея на голове бесчисленные благословения Божии, венец блистательнее всякой диадемы, была везена облечена не золотыми одеждами, но целомудрием, благочестием, гостеприимством и всеми другими добродетелями, была везена не вкрытой колеснице или с каким-нибудь другим великолепием, но сидя на верблюде. При душевных добродетелях удивиться в древности и тела свели великим здоровьем, потому что матери не так воспитывали их, как теперь, не вредили их частыми омовениями, благовонными мастями, искусственными притираниями, мягкими одеждами и другими бесчисленными способами, делая их нежными, более надлежащего, но воспитывали их со всей строгостью, поэтому у них и телесная красота была весьма цветущая и истинная, как естественная, они искусственные и неизысканные, поэтому они наслаждались совершенным здоровьем, и красота их была наилучшая, так как никакая болезнь не повреждала тело, и всякая изнеженность была отвергнута. Труды, занятия и собственноручные работы во всем устраняли всякую изнеженность и доставляли крепость и прочное здоровье, а через это они были для мужей более вожделенными и более любезными, так как не только тело, но и душу они сохраняли лучшими и целыми. Итак, сидя на верблюде, она приближалась к той стране, но прежде чем достигла ее, взглянув, увидела Исаака и соскочила с верблюда. Видишь ли крепость ее, видишь ли хорошее здоровье, соскочила с верблюда, так велика была у них сила вместе с целомудрием, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам, раб сказал, это господин мой, и она взяла покрывало и покрылась. Посмотри, как во всем обнаруживается ее целомудрие, как она была скромна, как была стыдлива, и ввел ее Исаак в шатер сары матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по саре матери своей. Не напрасно сказано, что он полюбил ее и утешился по саре матери своей, но чтобы ты узнал основания этой привязанности и любви, которые заключались в самой пришедшей женщине. Кто в самом деле не полюбил бы такой жены столь целомудренной, столь скромной, столь гостеприимной, человеколюбивой и кроткой, мужественной по душе и крепкой по телу. Это сказал я не для того, чтобы вы только слышали или выслушав только хвалили, но чтобы вы подражали этому. Отцы, подражайте попечительности правца, с какой он старался найти женщину неиспорченную, искал ни богатства, ни знатности рода, ни красоты телесной, ничего другого, но только благородство души, а матери, также воспитывайте дочерей своих. И вы, женихи, намереваясь вступить в брак, вступайте с такой же благопристойностью, устраняя пляски, смех, срамные речи, свирели, флейты, дьявольские изобретения и все прочее, но всегда призывая Бога быть посредником во всех делах ваших. Если мы так станем устроять дела свои, то никогда не будет ни развода, ни подозрения в прелюбодеянии, ни повода к ревности, ни ссоры и вражды, но будем наслаждаться великим миром и полным согласием, а за этим, конечно, последуют и другие добродетели. Как тогда, когда жена враждует с мужем, не бывает ничего хорошего в доме, хотя бы все другие дела шли успешно, так тогда, когда она единодушна и согласна с ним, не будет ничего неприятного, хотя бы ежедневно поднимались бесчисленные бури. Если таким образом будут совершаться браки, то и детей мы будем в состоянии руководить к добродетели с великой легкостью. когда мать так скромна и благопристойна и украшена всякой добродетелью, то она без сомнения может и мужа привлечь и привязать к себе любовью, а привязав его к себе, она будет иметь в нем усердного помощника в заботах о детях, и Бога таким образом преклонит к такому же о них промышлению. А когда он принимает участие в таком добром домостроительстве и упражняет души детей, тогда не будет ничего неприятного. Домашние дела потекут благоуспешно при таком настроении предстоятелей дома, и каждый вместе с домом, то есть женой своей, детьми и прислугою, может и здешнюю жизнь провести со всей безопасностью и войти в Царство Небесное, которого досподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со святым и животворящим Духом, слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.